Что бы помнили, на шахте имени Костенко состоялось открытие мемориальной доски Николаю Сергеевичу Гульницкому. Он 26 лет возглавлял шахту, был участником Великой Отечественной войны, героем соцтруда, лауреатом государственной ремии. Подробнее в сюжете. В год столетия со дня рождения Николая Гульницкого было решено увековечить память о нем, установив мемориальную доску на административном здании шахты Костенко. На торжественный митинг собрались сотрудники угольного предприятия, а честь провести его выпала директору Совета ветеранов угольного департамента. Наша родная шахта отмечает три знаменательные даты. Это День Победы. 8 мая будет 80 лет нашей любимой шахты. И в мае месяце исполнялось бы 100 лет нашему учителю Николаю Сергеевичу Гульницкому. Сегодня хочется вспомнить некоторые столицы его жизненного пути. Он родился 22 мая 1922 года в городе Александрия. Это Кировоградская область на Украине. В апреле 1942 года Николай Гульницкий участвовал в Сталинградском сражении. Был в плену, из которого бежал после освобождения Днепропетровска. В 1943 году поступил в Днепропетровский горный институт. Ну а после направлен в Караганду, где в тресте Сталин Угольц, помощника начальника шахты, начал трудовой путь. В 1963 году был назначен директором шахты имени Костенко. Конечно, старшее поколение с большим креплением воспринимает это событие, нежели молодые. Но мне думается, что общечеловеческие ценности, моральные ценности, правильность всегда имеют высокую ценность. Мы должны помнить, что было. Помнить людей, которые двигали, которые создавали историю. А помнить и гордиться есть чем. В 1970 году шахта имени Костенко, руководимая Николаем Гульницким, достигла среднесуточной добычи угля в количестве 1038 тонн вместо 528 тонн. За что была награждена орденом Ленина. А сам Гульницкий был удостоен государственной премии СССР за разработку и внедрение высокоэффективной технологии добычи угля на базе средств механизации. Шахта ежегодно перевыполняла план. Производительность росла. За выдающиеся результаты в добыче угля Гульницкого удостоили в 1979 году звание Героя социалистического труда. Слава шахты Костенко, конечно же, она и авторитет шахты Костенко, это непререкаемый. Меняются политические режимы, уходят, появляются другие государства. А шахта уже скоро будет, как 80 лет, работает, работает благодаря таким людям, как Николай Сергеевич, как многие здесь находящиеся, в том числе и наши учителя, Григорий Михайлович, Юрий Александрович Богомолов, Франц Михайлович Микоровский. Это те учителя, которые воспитывали уже нас, которые были воспитанники Николая Сергеевича. В 49 лучших лет своей жизни Гульницкий отдал карагандинскому бассейну, из них 26 лет руководил шахтой Костенко. Шахтеры-костенковцы помнят добрые деяния этого мудрого, скромного человека, отзываясь о нем как о человеке-труженике, талантливом горном инженере, внесшем значительный вклад в технический прогресс и развитие угольного производства. Скончался он на 72-м году жизни в Германии, где прожил всего 4 года. Там и похоронен. Продолжение следует...